В рамках программы «Полезные каникулы» на летней площадке с амфитеатром прошло развлекательное мероприятие для детей под названием «Веселый четверг». Юные участники студии творческого развития «Птички-синички» подготовили увлекательную музыкальную программу в образе любимых героев мультфильмов, чем порадовали и маленьких зрителей, и их родителей. Начинаем письмо на вечеринку! Студия творческого развития «Птички-синички» работает на базе городского дворца культуры всего полтора года. Несмотря на непродолжительный срок, ее участники уже успели проявить себя в различных программах и развлекательных мероприятиях. Творчество детей в студии проявляется в различных направлениях. На сцене юные артисты и танцуют, и поют, и декламируют. А при создании костюмов и образов у ребят проявляются и другие творческие способности. Состав студии насчитывает три десятка участников. В подготовке программ задействовано намного больше. В процесс с радостью включаются и семьи студийцев. У нас развивающие занятия. В первую очередь, это актерское мастерство, это техника речи, это различные артикуляционные техники, гимнастики, это этюды, пантомимы. То есть, все идет на раскрепощение личности. Ребенок учится общаться в коллективе, именно общаться глаза в глаза, а не уткнувшись в телефон, в андроид, планшет, в ноутбук и все остальное. И в любом случае, развивающие занятия, как для младшей группы, это все на сенсорное развитие. Это различные и кинетический песок, и соленое тесто, и цветные крупы, и аппликации. Ну, все, мы творческие, мы шьем костюмы сами, на номер индейцы мы шили костюмы, мы резали, как мы не резали, как мы не клеили, делали сами бусы с разноцветных макарон, общипывал кто-то там индюка дома, делали перьевые вот эти головные уборы индейцев. То есть, всестороннее развитие деток, как бы мы стараемся, и вот уже в любом случае раскрепощение. Потому что даже выйти на большую сцену на 100, 200, 300 человек, особенно подросткам, им очень тяжело переступить в себя. В работе студии ее руководитель основной задачей ставит отвлечь детей от повального увлечения гаджетами, научить их видеть мир и ощущать его краски не через экран смартфона, а через общение и раскрытие себя и своих способностей. Участники студии – это дети разного возраста. На репетициях посредством творчества они учатся важным жизненным принципам, умению общаться и находить общий язык не только со сверстниками. Дети учатся общаться, чем и оригинален именно театральный жанр, что они, вот общая репетиция, они вот прям с 3 и до 14 лет. То есть старшие с младшими, младшие с старшими. Есть различные, бывают и конфликты, где-то кто-то что-то чего-то, и костюмы там, или кто-то чью-то майку одел, или чей-то там головной убор порвался, еще и там слезы были у нас все. И вот через это они учатся, 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 именно жизненным основным качествам учатся – уступать, быть добрее, лучше и позитивнее в нашей жизни. Результат такой сплощенной работы всегда виден на сцене. В этот раз дети и их родители подготовили танцевальные номера, флешмоб и показ моделей. И мы сейчас вам покажем наших шесть самых-самых модных, прекрасных, красивых кошечек. Вы готовы их встретить? Кошечки вперед! Следующая программа творческой студии состоится в последний четверг августа также на площадке с амфитеатром. Ребята приглашают юных зрителей на концерт, чтобы в очередной раз задорно и увлекательно провести веселый четверг вместе. Субтитры создавал DimaTorzok